15 километров нового участка трассы Наринмарусинск. На эти цели округ предусмотрел в бюджете более 170 миллионов рублей. В Тундре плюсовая температура. На зимнике вновь введены ограничения. Закрыты все ледовые переправы в республике Коми через реку Печора. Весенний паводок по прогнозам на территории округа ожидается в третьей декаде мая. В округе начались противопаводковые мероприятия. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Строительство автомобильной дороги общего пользования Наринмарусинск продолжится. На эти цели округ предусмотрел в бюджете более 170 миллионов рублей. Еще 479 миллионов рублей на софинансирование строительства запланированы в федеральном бюджете. В профильном окружном департаменте уже готовят пакет документов на оформление межбюджетного трансферта, чтобы в оперативном порядке оформить соответствующее соглашение. После того, как будет подписано распоряжение правительства России о выделении средств. К концу декабря Наринмар-Даримстрой приступит к строительству четвертого участка автодороги Наринмарусинск. Речь идет о 15-километровом участке трассы Наринмарусинск со стороны Республики Коми. С мостом через реку Харьяха длиной 99 метров. Автозимник Наринмарусинск закрыт для всех видов транспорта. Движение ограничено в связи с теплой погодой. В Тундре установилась плюсовая температура. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Нинницкому округу. Кроме того, уже с 3 апреля закрыты все ледовые переправы в Республике Коми через реку Печора и протоки Великоватника и Джитошкурья в районе Усть-Усы на автозимнике Усинск-Печора. Таким образом, связь регионального автозимника с сетью федеральных автодорог в Республике Коми попросту отсутствует. Однако это не останавливает автомобилистов, которые пытаются проехать по уже непригодным зимним переправам. По словам Андрея Брылева, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Нинницкому округу, за последнюю неделю больше десятка машин пытались проехать по уже непригодным для передвижения переправам. Помощь им оказались спасательные формирования Республики Коми. Поступают тревожные звонки, оказывают помощь соответствующим гражданам и транспортным средствам, что не может вызывать определенных опасений. Поэтому убедительная просьба граждан именно придерживаться вот этих всех запретов и ни в коем случае не передвигаться по закрытым ледовым переправам. И если зимняя автодорога закрыта, ни в коем случае туда не ехать. Напомню, сейчас автозимник на Ринмарусинг закрыт для передвижения всех видов транспорта. В случае, если температура воздуха опустится ниже нуля, подрядчик откроет трассу для передвижения в ночное время. Сейчас подрядная организация компания «Транзит» занимается обслуживанием трассы, чтобы как можно дольше продлить срок ее эксплуатации. Решение о дате закрытия зимних трасс будет принято администрацией НАУ в зависимости от погодных условий. Не вступит в силу с момента официального опубликования постановления. Напомню, в прошлом году движение по зимним дорогам было запрещено с 30 апреля. Противопаводковые мероприятия обсудили сегодня на заседании комиссии Ненецкого округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Весенний паводок, по прогнозам на территории округа, ожидается в третьей декаде мая. Ориентировочно 25 числа плюс-минус 7 дней. Максимальные уровни на чистых воде в Печерском бассейне ожидаются нормы и выше. При похождении ледохода уровни могут достигать высоких значений в случае продолжительного затора и возврата похолодания. Существует высокая вероятность дружного развития весенних процессов и снеготаяния при формировании половодия, что может осложнить его развитие и вызвать высокий уровень. Резкое потепление и наложение осадков будет способствовать быстрому повышению уровня и затоплению предпоименных территорий. Формирование азиатуров льда наиболее вероятно в районе населенных пунктов Тошвицка, Великовисочная, Каменка, Хангурей, остров Голуковский, остров Эйгер. Наиболее опасными с точки зрения нанесения материального ущерба от паводка, по словам Сергея Боенко, являются населенные пункты Тошвицка, Великовисочная, Лабожская, Макарова, Телевиска, Куя, Нарыга, Андик, Красная, Осколково, частично Наринмар с общим количеством нанесения более 4 тысяч человек. Как заявил председатель комитета гражданской обороны, угроза жизни населения в зонах потопления отсутствует с целью уменьшения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение возможного ущерба в период весеннего половодия Сергей Ефимович озвучил комплексный план мероприятий, который включает в себя обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготания, усиление конструкции существующих противопаводковых насыпей и информирование населения о возможной угрозе потопления. Также будет проходить профилактическая работа с детьми и подростками в каждом муниципалитете, чтобы не допустить трагических случаев во время весеннего половодия. Вакцинация населения против гриппа должна составить 40%. Такую задачу поставил Минздрав регионом России на 2016 год. В Неницком округе сегодня привито более 12,5 тысяч человек или 29% от численности населения. Такие данные были озвучены на коллегии по здравоохранению, в котором дистанционно приняли участие руководители сельских медицинских организаций. В 2015 году в Неницком округе зарегистрированы более 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и 70 гриппом. Этим инфекциям уделяется особое внимание из-за массовости заболеваний населения в пиковые сезоны. Чтобы не допустить длительных карантинов, необходимо привить 40% населения региона. Для выполнения поставленного Минздравом плана в 2016 году будут привиты порядка 17 тысяч жителей. Эти вопросы о охвате вакцинации также обсуждаются и на уровне правительства Российской Федерации, когда проводит совещание заместитель председателя правительства Ольги Юрьевны Голодец. К сожалению, в этом вопросе Неницкий автономный округ тоже звучит не в хороших красках, так скажем. На коллегии обсудили вопрос реорганизации сельских медицинских учреждений. Согласно приказу Минздрава о доступности медицинской помощи в округе планируют создать новый вид оказания медицинской помощи – домовые хозяйства. Под этим термином понимается жилье добровольцев из числа местных жителей, которое оснащено необходимыми средствами для оказания первой доврачебной помощи. Представители домовых хозяйств, уполномоченные оказывать помощь, не имеют специального медицинского образования. Их главная задача – оказать доврачебную помощь, измерить давление или температуру, остановить кровотечение, наложить жгут или повязку до приезда медицинского работника. Минздрав рекомендует организовать домовые хозяйства в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек и удаленностью от ближайшего медицинского учреждения на 6 километров. В министерском приказе есть сноска о том, что в праве субъекта определить свой критерий. У нас здесь количество жителей менее 30, расстояние других медицинских организаций менее 6 километров. имеет право быть домовое хозяйство. Жителей, которые станут медицинскими добровольцами, снабдят средствами телефонной связи с ФАПами, врачебными амбулаториями или больницами, набором изделий медицинского назначения для оказания первой доврачебной помощи. Они пройдут обязательную практическую подготовку, которая включает в себя обучение элементарной сердечно-легочной реанимации, первой помощи при травмах, кровотечениях, острых состояниях и заболеваниях при несчастных случаях. Где и сколько домовых хозяйств будет организовано в Ненецком округе, станет известно после совещания с руководителями сельских медицинских учреждений и главами поселений. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком округе Валерий Чупров представил региональным СМИ ежегодный доклад об условиях осуществления предпринимательской деятельности и состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории региона в 2015 году. Подобные встречи стали уже традиционными и ставят перед собой вполне адекватные цели – разъяснить начинающим предпринимателям, в каком направлении двигаться, а уже опытным рассказать о нововведениях. По итогам 2015 года финансовую поддержку на развитие бизнеса в форме грантов и субсидий получили свыше 100 предпринимателей региона. Сумма поддержки составила порядка 13 миллионов рублей и вдвое превысила аналогичные показатели предыдущих лет. Субъекты малого и среднего предпринимательства создали в регионе 115 рабочих мест. Среди положительных тенденций 2015 года, уполномоченный по защите прав предпринимателей в своем докладе назвал открытие фонда поддержки предпринимательства и предоставление гарантий НАУ. Кроме того, в 2015-м НАУ стал в числе первых регионов, где был принят закон о налоговых каникулах для бизнеса. С этим законом получилось вообще как в сказке, потому что как только такое право появилось, как только норма федеральная заработала, мы находились в числе вообще первых десяти субъектов, кто этот закон принял. Очень оперативно он был разработан, нанесен в собрании депутатов. Его приняло. Он, напомню, с 17 марта 2015 года налоговые каникулы стали возможны на территории нашего региона. Двухлетние. Ставка по девяти патентным видам деятельности для индивидуальных предпринимателей составляет 0% в течение двух лет. Также регион снизил ставку по упрощенной системе налогообложения по определенным видам деятельности предпринимателей с 6% до 1%. Если раньше предприниматель или бизнес на упрощенной системе налогообложения платил 6% с дохода, то появилась возможность дифференцировать эту ставку от 1 до 6 по каким-то видам деятельности. По ставке 1% более 80 видов деятельности предпринимателей могут осуществлять теперь. Прямо начиная с 1 января 2016 года, вот заканчивается первый квартал, до 25 апреля они будут платить авансовые платежи по этому налогу, да, они их смогут платить уже фактически в 6 раз меньше, чем они заплатили год назад по итогам первого квартала 2015 года. Кроме того, в 2016 году в регионе введены новые виды субсидий для предпринимателей. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и субсидии на технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры. На выплаты по первому виду субсидий бюджетом предусмотрено 5 миллионов рублей, по второму – полмиллиона рублей. Еще два новых вида поддержки предпринимателей округа в 2016 году – микрофинансирование и гарантирование на общую сумму 26 миллионов рублей. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал Север. Рыбакам из числа коренных малочисленных народов Ненецкого округа будут представлены участки для рыболовства. Департамент природных ресурсов и экологии ПК проводит конкурс на право заключения договоров о предоставлении четырех рыбопромысловых участков для осуществления традиционного рыболовства. Заявки принимаются отдельно по каждому участку до 16 мая. Заявиться можно сразу на все четыре лота конкурса. Согласно конкурсной документации, рыбопромысловные участки будут представлены представителям КМНС для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Ловить на данных участках можно будет любую разрешенную рыбу, за исключением семги и горбуши. По данным видам рыб, объемы определяются в отдельном порядке специальной окружной комиссии. Среди наиболее важных критериев для участков конкурса численность общины, месторождения по отношению к рыбопромысловому участку, объемы освоенных водных биоресурсов за последние четыре года. С общиной, набравшей наибольшее количество баллов в сумме по всем критериям, будет заключен договор на добычу на рыбопромысловом участке сроком на 10 лет. Смотрите далее в нашем выпуске. Видеозвонки в прямой эфир, передачи и спецгруппы в соцсети ВКонтакте. 14 апреля в полдень по московскому времени состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Люди просто вне себя от качества дорог. В Кремле отметили, что на этот раз президенту необычно много жалоб на дороги. 14 апреля в полдень по московскому времени состоится прямая линия с Владимиром Путиным. В Кремле уже анонсировали ряд новаций, которые впервые появятся в этом году. Например, видеозвонки в прямой эфир, передачи или спецгруппы в сети ВКонтакте. Это уже 14-е общение президента с народом в таком формате. По традиции, Владимир Путин ответит на вопросы, касающиеся жизни страны, а также международной обстановки. Задать вопрос, как и прежде, смогут не только приглашенные в студию гости, но и жители самых разных регионов страны. С ними глава государства будет общаться в ходе прямых включений из городов России. Также можно будет позвонить или отправить свои смс-сообщения в центр обработки и даже записать короткие видео-вопросы. Впервые в этом году можно будет сделать видеозвонок в прямой эфир. По-прежнему остается возможность задать вопрос через сайт программы москвопутину.рф или москвопутину.рф. На этом же ресурсе есть вся необходимая информация по специальному приложению для мобильных устройств. Есть и еще одно новшество. Пользователи соцсети ВКонтакте смогут задать вопрос через отдельную группу программы. Все обращения будут собираться в течение недели. Самые интересные и актуальные зададут президенту в ходе прямого эфира. Работа в центре обработки уже началась и продлится до самого окончания программы. Позвонить из любой точки России можно по телефону 8 800 240 40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. СМС и ММС сообщения будут принимать на номер 0 40 40, причем только с телефонов российских операторов. Сделать это можно будет совершенно бесплатно. Вопрос нужно сформулировать на русском языке и он не должен превышать 70 знаков. Наиболее частые вопросы президенту на прямую линию касаются льгот, ЖКХ и плохих дорог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Много жалоб на подрядные компании и ветхое жилье. В Кремле уже отметили, что на этот раз необычно много жалоб на дороги. Люди просто вне себя от качества дорог, отметил Песков. Кроме того, вопросы касаются заработной платы воспитателей в детских садах, цен на бензин, неэффективности единого государственного экзамена и возврата к традиционным экзаменам. Популярны вопросы снятия инвалидности сострадающих диабетом детей и госфинансирования экстракорпорального оплодотворения. Введены в России должности уполномоченного по защите животных, роста числа незаконных свалок, коррупции и бюрократии среди чиновников. Список выдвиженцев сформирован. В Ненецком региональном отделении партии «Единая Россия» закончился прием заявлений на участие в «Праймерис». В предварительном внутрипартийном голосовании примут участие 8 человек. Один из них станет кандидатом в депутаты Государственной Думы. В список участников «Праймерис» вошли Матвей Чупров, Сергей Коткин, Максим Сверидов, Виктор Кмить, Галина Медведева, Евгений Семко, Екатерина Бурдякова и Анатолий Курленко. 22 мая жители округа сами выберут кандидата, который будет представлять интересы партии на выборах 18 сентября 2016 года. Все кандидаты в обязательном порядке, как это на уровне Федерального законодательства на выборах Государственной Думы, так и у нас на «Праймерисе» обязательно должны участвовать не менее в двух дебатах, где должны представить жителям округа, населению свою программу, видение проблем в округе и как они планируют решать эти проблемы. Избирательные участки для проведения «Праймерис» будут открыты в восьми точках. Дворец культуры Арктика, спорткомплекс «Норд», поселки Искателей, Красная Несь, Нижняя Пеша, Ома, Каратайка, Харивир, Великовисочная, Нельминос и Тельвиска. Смотрите сразу после рекламы. Молниеносные повороты сюжета и остроумные диалоги любимых актеров. На Ринмаре состоится показ авантюрной комедии «Западня». Пятеро мужчин устраивают невероятное в попытках выяснить, почему же один из них проснулся женатым на незнакомке. Впрочем, это только начало невероятной захватывающей истории. Молниеносные повороты сюжета и остроумные диалоги любимых актеров. В Наринмаре состоится показ авантюрной комедии «Западня». «Западня» – это один из самых популярнейших спектаклей театра «Мьюзик Холл». Известный и талантливый режиссер Роберт Манукян создал этот детективный спектакль на основе французских комедий. Поэтому нетрудно догадаться, откуда в данном творении взялись комичные ситуации, тонкие диалоги и интригующий детективный сюжет. Действие спектакля разворачивается в горах, где молодожены проводят свой медовый месяц. Но внезапно исчезает молодая супруга. Муж обращается в полицию. Вдруг откуда ни возьмись, появляется довольно привлекательная особа, которая настаивает на том, что она и есть его любимая жена. Но муж уверяет всех, что это не так, а это милая дама-самозванка. Столь запутанное дело вмешивается комиссар полиции, который всеми силами пытается выяснить правду, заманив преступников за подню. Всю эту захватывающую картину воплотили в жизнь великолепные актеры – народные артисты России Сергей Никоненко и Борис Невзоров, звезда сериала «В Кармелита», «Подари мне жизнь», «Денис Матросов» и другие. Спектакль состоится 14 апреля в 19 часов во Дворце культуры Арктика. Билеты можно приобрести в кассах. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес страны www.trk.sever.ru Далее информация от синоптиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова